Вы мне сказали, что хотите со мной поговорить на тему «Сигарь, пожалуйста». Ну, как Вы думаете, этот вопрос возник только у Вас? Вашему поколению? Нет. Нет. Я вон цепь детей имею вводы. Какие вводы? Например, тысячу лет назад как вы думаете? Этот вопрос еще там? Да. Всегда. А почему? Потому что, кстати, не понимают, что противоречивцы задумали. То есть, получается, чтобы ответить на этот вопрос, надо еще и заполнить проблему понимания. Правильно? Хорошо. А вот, может быть, Вы сейчас не скажете, в истории какой-то, виду, есть очень яркий момент, когда монарх не понял своего собственного ребенка. Так, а еще? Да, мы знаем, как печально, да, конец этой истории? Благодаря картине. Петр Первый, расскажите, пожалуйста, Петр Первый и его сын. Петр Первый и его сын. Петр Первый и его сын. Так вот, я Вам напомню эту историю. Сын Петра Первого, если бы, вот такое было воспитание, но там, конечно, очень много... Знаете, Петр Первый был дважды женат, да? И вот от первого брака сын, в общем-то, ненавидел своего сына, потому что... Своего отца, простите, потому что он и его мать отправил в монастырь. По закону было, чтобы жениться второй раз, потому что прожила, умерла или ушла в монахинию. Так вот, сын, цесаревич, будущий наследник, да, будущий наследник престола, не захотел стать монархом. Он занялся наукой, он явно дал понять отцу, что он не желает быть монархом, но ехал за границу. В конце концов, его заманили, в конце концов, Петр Первый, по сути, дает согласие на то, чтобы его обвинили в заговоре против него, против государства, и приговорили к смирной казни. По сути, он дает добро на то, чтобы его собственного самолюбия. Как вы думаете? Как вы оцените эту ситуацию? Необычный парень, да? Всегда ли правый взрослый? А правь Петра Первого, взрослый человек, мы на него смотрим сейчас не как на государя, а как на отца. Если бы как отец, то осмотрели фанатов, а все и в генитрах, а если как государь, то следующий наследник престола должен быть все-таки он. И, то есть, получается, что если будущий наследник поменяет, то он будет второй сын. А как оказалось, некого. Потом оказалось, некому передавиться. Нет, мы сейчас говорим о том, как поступил правле Петр Первый. Вы можете его оправдать? Найдете оправдание для поступка Петра Первого? Ну, он не приказал убить собственного сына, потому что нет, ну, прицел продать им нельзя. Ага, хорошо, хорошо. Максим, да? Максим, высказал свою точку, вернее, может, еще у кого-то какие-то вопросы? Ну, ну, самого Петра Первого его уже учили по закону, который он знает, и, соответственно, он хотел, чтобы его сын был ученными законами. То есть, он хотел, чтобы его сын думал лучше. Патриархальный закон по закону. Хорошо. По закону закону, что думал. Да. Возможно, да. Да, 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 еще высказываетесь очень хорошо, очень хорошо. Все, что говорите вы, это истина, потому что это идет от вас, вы так смотрите на эту проблему. У каждого из нас на эту проблему сейчас свой взгляд, да? Ну, в чем там он должен остаться? Вы знаете, Писарев стал известен своей мыслью по поводу того, что монарх не всегда поступает так, как он хочет. Вот есть такой брус, который не нападает. Он поступил тогда сюда, понимаете? Он перестанет служить самому себе. Я, в общем-то, теперь переговорна, что мы, наверное, когда решили выбрать эту тему для разговора, о каких отношениях мы говорим? В отношениях вас от детей. Ваших родителей, да. Хорошо. Давайте тогда вспомним... Я вчера наделась, думала, что если вы выберете эту тему, ко мне попадет тот 11 класс, то я обязательно вспомню наш урок. И вспомним тему, которую мы начали в Китае. Помните? Я говорила, да? О том, что... Вернее, мы говорили о западной цивилизации. И что мы говорили? Что существует проблема отцов и детей. Почему? Потому что слишком быстро двигается. Прогресс. Да. Уже... Большой разы. Хорошо. Хорошо. И что происходит-то? Резкая смена чего? Поколения. А с поколением-то что? Время? Ценности. Конечно. И мир и щелей меняется. А вот почему так проблема не стоит в восточном цивилизации? Например, в Китае или в Тунии? Там не такой быстрый прогресс и ценность будет смысл. Да. Кстати, вот в Китае ведь не платят пенсии. Почему? Потому что пенсии не содержат пенсии. Да, да, да. Они обязаны. Конфюционство, по сути, с детства, ребенку доводит мысль о том, что он обязан о своем родителе заводиться. То есть родитель содержал ребенку, не знаю, почему он одевал и кормил, и получается, что он должен быть скежно. Да, содержал его родителя, и потом ребенок должен быть обучением родительной старости. Да. Ну вот, конечно, тут много можно приводить еще примеров. Знаете, меня однажды поразил факт, что японцы, у них принято выходить замуж, жениться, рожать детей, а вот западная цивилизация-то к ним пришла. И они не хотят, хотят замениться карьеру. А карьера мешает семьям. Тогда, что возникли у них сейчас такие агентства, агентство невест, предоставляется невеста. Жених якобы с невестой приезжает домой, показывая к родителям, что он женился и возвращается в город. Пожив неделю, дверь. Знаете, вы до чего не нашли? То есть вот какая-нибудь борьба. То есть я принимаю, что вы хотите, но я все-таки хочу остаться при своем мнении. Ладно, вот знаете, можно я переведу, или разрешите мне расширить, вот для меня понимание в этой фразе взрослое за пределы проблемы отцов и детей. То есть это не обязательно мой папа или моя мама, дедушка или бабушка. Просто взрослое. Да, да. Вот сейчас весь мир знает переймана. И вы знаете. Все они однозначно к этому относятся, к его понятию. Так ведь? Как вы думаете, а правы взрослые в отношении переймана? В чем вы их можете осудить? Сказать, они не правы. И давайте попытаемся понять, почему. Они же не могут отрагаться между прочим человеком. Они вот даже те же обновленности не отрагаются. То есть следят за них, как он сказал, почему он отказался от этого времени. А он, ну, у него, наверное, свои какие-то мысли в голове, почему он отказался от времени. Хорошо. Антон, как ты их переймана? Он отказался от миллиона долларов. Кстати, вот на сегодня деньги отдали молодым французским ученым. Ну, он хорошо себя пробиаривает. Конечно же. Он, знаете, что сказал? Он сказал, зачем мне миллион, если я могу управлять Вселенной? Этот человек не стрижет ногти, не ходит по рикмахстану, не пьет вино, не ходит по ресторану. У него совершенно другая система ценностей. Когда он получил золотой медаль, на первом своем международном периоде спрошел задачи, мог ли Иисус Христос пройти по воде? У этого человека, понимаете, да, другая система ценностей. Посмотрите, значит, на что вышли? Всегда ли правы взрослые? Итак, есть ли мы... Какие возможные варианты? Ну, не всегда, но часто. Ну, еще. Ваше мнение. Всегда ли правы взрослые? Ну, может быть, с ним быть правы. Ребенок же, если брать, хоть у детей, но не у родителей, то ведь ребенок же верит в другое, им какие интересы, он по-другому понимает, может, какую-то ситуацию, а у взрослых, в своем уже, понимая, скидававшись в такие условия, да, у него может входить с другой стороны, поэтому у них могут быть конфликты. Хорошо, произошел конфликт. Вспыхнула торговая бочка, прорвало пузерии, в таком случае. Она может никогда не вспыхнуть, когда не пройдет улытика, когда не взорвется реактор. Когда не конфликты. А как заключать конфликты? Нейтикомраммист. Нейтикомраммист. А что значит нейтикомраммист? Нейтикомраммист. Бо кому нет, соответственно, да, все это происходит. Смотрите, какие запасные решения. Конечно же, конечно же. Но, понимаете, это все слова предметы. Мне кажется, прийти к общему решению. Каким образом? Давайте подетально еще раз подумаем. Как найти общее решение, устраивающее ту и другую сторону? Как не допустить взрыва парковой бочки? После которой что, кстати, будет? Соли, не знаю. Да, и после которой мы будем говорить, ты не прав. После которой возникает у вас проблема, как всегда, и правило взрослая. Так что мы должны с вами сделать? Как нам найти общее решение для этого, что нужно нам хорошо усвоить? Вас услышать, преподавая, наверное... Версию. Да, каждый должен быть... И с второго понятия. И найти точки снижения. Да, хорошо. Во-первых, хорошо, а вы как узнаете друг друга? Поговорите. Ну, даже если он уговорит. Обсудите. Подсуждайте. А если, знаете, а если вы просто подумаете своей маме, как представители какого-то поколения? Нет, в другой стороне, их же можно поменять. Они же были воспитаны в другой уровне. В другой стороне. Да, да. У них же у меня жизнь много. Когда звучит музыка в 70-х? Вы как это относитесь? Я люблю музыку в 70-х. Это слоя какая музыка. Слоя какая музыка. Слоя какая музыка. Слоя какая музыка. Смотря какая музыка. Да, я не знаю. Сопременно. Не знаю. Ну ладно, он слушал. Ласковый наш ласковый. Если мои родители много слушают. Да, вы тоже ласковый мой. Я в каком-то положил. Так, то есть, хорошо. Тебе самому это нравится или ты просто понимаешь, что это... В этот момент твоей маме очень хорошо. Нет, я даже с мамой прошу. Ну и много не много раз. Конечно. То есть, вот вы нашли... Он может разделять. То есть, посмотрите. Разделяем. Да. Неправильно. Да, да. Вот вы нашли какую-то общую ценность, да? И в то же время еще твое понимание. То есть, конечно же, нам очень важно, что бы мы понимали, что у каждого из нас свой мир. И... А понять человека, это значит, что сделать? Понять человека, это значит, что менять? Да. Ну а что это? Что можно стать на этом месте? Ну, что-то понять, можно еще поставить себя на этом месте. Так, это золотое правило нравственности. Замечательно, что оно сегодня прозвучало. Конечно же, золотое правило нравственности действует всегда, потому что вот эта проблема скоро вернется для вас другой стороной. Сегодня мы взрослые, вы дети. Но потом у нас есть дети. Да, мы дети и ваши дети. Конечно же, конечно же. То есть сейчас очень важно, чтобы вы поняли свое состояние, и когда у вас родится ребенок, когда вы его будете распитывать, вы вспомните. И помните о том, что любая сила, она рождается сопротивлением. И вот это, конечно, сейчас все об этом говорится, да, она-то понимает друг друга. Но поверьте, это очень сложно. Да? Ведь поставить себя на место женщине, которая стоит за тобой в очереди. Пожилая женщина. Понять, что у нее сейчас другие проблемы. У нее нет сил, тех сил физических, которые есть у вас. Она смотрит на меня другими глазами. Вы знаете, в детстве, я помню, было лет 12-13, виноград и арбуза можно было поесть только в сентябре. Ну, не укладываться в мозг, но это было так. Я помню, как я стояла в магазине, в очереди, и вот виноград стал заканчиваться. Но я понимала, что мне его хватило. И вот эта женщина, пожилая женщина, которая позади меня стояла, она меня оттолкнула и купила этот последний кинограмм-иноград. Вы не представляете, я лет 30 этого беда не стала. Правда. А сегодня я думала, а вдруг мне попадет такая тема. Я думала над темой понимания, да? Я думала над темой понимания, о чем я буду с людьми говорить. И вдруг у меня, знаете, у меня перескочила мысль, а я понимаю всех, я понимаю. И вдруг у меня снова, у меня все время 30 лет, эта мысль преследовалась, все время вспоминала свою обиду. И вдруг я поняла эту вещь. Я поняла причину, почему она так поступила. Может быть, вы умнее меняли, скажите. Может быть, вы умнее меняли, скажите. Может быть, вы умнее меняли, скажите. И скажите, вы вот сейчас сразу догадаетесь. Предположите. Почему она так поступила. Это 79-й год. Итак, в 79-м году, в местной девочке. Это и женщине 60 лет. 70-й год. Ну, почему мы еще купили в проживении детей в Санкт-Петербурге? Вот, знаешь, да, немножко отинутрированный старт. И еще здесь есть звонок. Так, давайте, чтобы слышать нам друг друга. Я хотела бы, да, вот другу на эту фразу. Канит, да, что же, возможно, и... Да, я, прежде всего, думала о себе. Она думала, конечно, замечательно. Еще, твое мнение, Таня. Я тоже, правда, потому что... Да, так, чтобы ее сделать приятно. Да, я хотела бы уже, чтобы ее не надо, немножко, но можно немножко попробовать и все. А детей можно порадовать маму, но тут еще могут болеть. Эти ситуации можно смотреть с разных сторон. Потому что, молодой, дейвейска. Да. Пробовать за себя. Хотела бы, да, вот и все. Получается, да, в 1905 год, значит, молодость проходила в временальные конкурсы. Возможно, в ваших принципах, может быть, не было бы еще попробовать. Да. Да, или так. А вот, я, понимаешь, я сегодня ее простила и свои переживания откинула. Вот рассуждая, как... Вот я решила же не рассуждать, как ты. Ну, хотя ты раз, да. Поискосудия, это так. Но каждая из нас действительно судит так, как он судит, да? В зависимости от того, да, как он считает, у каждого... Я не хочу сказать свою правду. У каждого свое понимание. Ну что ж, я надеюсь, что после нашего разговора вы будете дорожать каждую минуту общения с взрослым со своими. Вы будете избегать минут, когда... Когда можно сделать непохранимое. Как вы считаете, вот... В частности, в вашей жизни происходит то, что уже нельзя не смирить. Да, конечно. Например? Частенько. Это, может быть, с чем связано? Вот такого... Ситуации больше какой-то повесел? Ну... В основном связано с не... с непониманием родителей и меня родителей. Да. Я, возможно, у родителей, может быть, своя точка зрения, а я могла, конечно, сказать, с точки зрения совершенно по-другому. Ну, как сказать, и в основном начинаются споры и возникает конфликт из-за того, что мы друг друга не понимаем. Но в то же время можно понять, как говорится, и нас, и наших родителей, и любых взрослых. Потому что у них совершенно другое воспитание. Они прожили уже достаточно большую жизнь. Они посмотрели на себя со стороны. Так же, как бы, родные родители. Они вспоминают себя в моем же возрасте и понимают, что какие они были глупые, что спорили с ними родители. А мы, возможно, это еще не понимаем. То есть... Хорошо. Очень хорошо. Кто продолжит? Есть мнение? Нет. Сопожающие противоположные? Нет. На самом деле, это происходит из-за того, что родители в возрасте. Возможно, когда родители поругаются, они... Ну, почему-то они потом это осознают. Да, ладно. Пусть они будут правы. Пусть пойдет на тебя мама. Ну, я же могу взять промолчать. Ведь в любом случае... Ну, так сказать, лев большой, ну, виднее. Ну, пусть она поругается. Ну, ладно, я промолчу раз, промолчу два. Ну, пусть ругается. Скажи, а как, в конце концов, ты вот в этом поедине... Вот ты даже не приедешь, да? Ты терпишь, ты молчишь. Ну, да. А как ты думаешь, в конце концов, чем все закончат? Лучше чай закончат? Ну, естественное примирение. Но, во всяком случае, рано или поздно, мы все равно окажемся на их месте. И будет все то же самое, только... Только мы будем в два раза, а это не заполчается. В общем, факт в том, что эта проблема не всегда. Да, конечно же. Но можно этот конфликт сгладить? Мы уже об этом говорили. Ну, да. Да. А вот, знаете, ведь есть опасность. И об этом просто говорят, что ребенок копирует своего родителя. Вот как родитель к своему ребенку относится, вот, пожалуйста. Помните, какие у вас были проблемы, для нас сидеть к своим детям? Пройдя психолого-педагогическую подготовку. Как родители? Это очень важно в нашей промежице. Всего вам хорошего. В будущем счастливого дня. АПЛОДИСМЕНТЫ